В Дальневосточной столице торжественно открылся международный межпартийный форум БРИКС и стран-партнёров «Мировое большинство за многополярный мир». В рамках первого дня прошло пленарное заседание «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка» при участии председателя партии «Единая Россия», заместителя председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрия Медведева и секретаря Приморского отделения партии губернатора края Олега Кожемяка. «На фоне тех процессов, которые происходят в мире, всё большее значение приобретает объединение БРИКС. За 15 лет своего существования оно стало уникальным механизмом межгосударственного сотрудничества. Я помню, как это всё происходило, когда БРИКС ещё назывался БРИК, потом появилась Южноафриканская республика, и это были первые шаги, мы на саммитах просто отходили, что называется, в уголок куда-то, разговаривали, это не было никак структуризировано, организовано, а сейчас очевидно, что БРИКС в период, кстати, российского председательства из пятёрки стал уже десяткой, то есть это уважаемое объединение, и уважаемое именно за счёт того, что здесь мы соблюдаем равноправный диалог, уважение пути развития каждого государства, которое входит в БРИКС, и соблюдение интересов друг друга. Поэтому и другие страны стремятся присоединиться к БРИКС, к этому межгосударственному объединению, значит, их уже, ну, по сути, даже можно сказать, несколько десятков, в том числе вот из нашего региона, это и Таиланд, и Вьетнам, и целый ряд других стран. Странам БРИКС необходимо сделать всё возможное, чтобы укреплять многосторонность в целях глобального справедливого развития и обеспечения безопасности. Нам необходимо последовательно отстаивать основополагающие принципы международного права, которые закреплены в уставе ООН, и решительно противодействовать любым попыткам произвольно их интерпретировать, в том числе навязывать мировому большинству аморфный дискриминационный так называемый миропорядок, основанный на правилах, который выгоден лишь отдельным западным государством. Губернатор Приморья, приветствуя участников, подчеркнул, что радостно видеть давних партнёров, с кем регион и Россия в целом долгие годы сотрудничает в самых разных сферах, а также тех, кто готов наладить такие отношения. Современный мир переживает серьёзные изменения, которые неизбежно ведутся обмированию более справедливого и благосестричного мироустройства. Многополярный мир – это объективная геополитическая необходимость, которая уже давно созрела в условиях несправедливого господства мировых гегемонов. Об этом говорил и наш президент Владимир Владимирович Путин, так считаем и мы. Это здоровая логика развития международных отношений на основе равенства прав. Сегодня Приморье и парадные, и рабочие, и деловые ворота России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы не боимся санкций, а понимаем, что объявленный нашим президентом Владимиром Путином курс на Восток даёт для нашего края, нашего региона новые возможности, и мы умело их используем. Приморский край активно работает по различным направлениям – логистика, рыбная отрасль, предпринимательство и привлечение инвестиций, судостроение, культура, туризм. Отдельное место в регионе занимает спорт, выступая послом мира и дружбы. Напомним, во Владивостоке собрались более 150 представителей ведущих политических сил из 32 стран на международный межпартийный форум в формате БРИКС и страны-партнёры. Артём Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.